Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! У меня сегодня хорошая новость! Ура! Я закончила мой Birch Point от Dimensions! Это не оригинальный набор, конечно, подбор. Я сама здесь работала по подбору ниточек. И мне кажется, у меня все прекрасно получилось. Я очень довольна результатом. Работу я закончила 7 числа. Да, дошивала я уже поздно вечером. Уже было часов, наверное, 11. Я всегда стараюсь идти спать в 11.30. И у меня был такой марафон. Дошить до 11.30. Но до 11.30 не получилось. Закончила я в 11.45. Да, последние полукрестики, штрихи по бэкстичу были выполнены. Кстати, вот здесь я переделывала бэкстич. Потому что там была вышла белая ниточка. Это была ошибка. Я распорола, переделала этот бэкстич. То есть, все-все-все, мне было закончено 7 числа. Потом мне захотелось разобрать все нитки. Я вам говорила, что это у меня был самый неорганизованный процесс. Нитки были все в коробке, в куче. Я не выбрасывала никакие хвостики. Чтобы можно было как-то выбирать, использовать, смотреть. И моя игольница-помощница. Вот такая. Тоже была вся утыкана иглами. Там страшное, что творилось. Вся вот такая в иголках, в нитках. Мне захотелось все это убрать, навести порядок. И я в тот же день, ну там за 15 минут буквально я тоже сняла все иглы, выбросила все нитки. Вот такой пучок у меня был огромный остатков ниток, которые собрались. Разобрала все иголки, ниточки все разложила быстренько. Единственное, ниточки Dimensions, которые остались немножко, я их еще не разобрала. Они в коробочке пока лежат. А остальные нитки я в тот же день прям все-все-все разобрала, все разложила. Положила на работу на стол. Долго ей любовалась, так радовалась. И вообще очень-очень я была счастлива. Единственный у меня был момент. Сейчас я увеличу. Единственный у меня был момент вот с этой ниточкой 60-98. Как я вам говорила, что я здесь вышивала ниточкой крю, а вот здесь у меня была оригинальная ниточка. Вот здесь та оригинальная ниточка. И было небольшое отличие. Нитку я другую не нашла. Ну думаю, ну оставлять ее не дошито мне не хотелось, потому что я бы потом не нашла время ее закончить. И я решила так. Я ее дошью, пусть вот с таким недочетом, но она будет дошита. А когда я найду нитку, я всегда смогу распороть и перешить. А если нитку не найду, пусть будет так. Ну что делать? И эта работа у меня полежала денечек. На следующий день я решила ее постирать. Потом вспомнила, что ага, мне же Аня вышивалочка писала, что если я ее красила чаем, стирать нельзя. Потекут, чай начнет вымываться и покраситься в белой нитке. Я думаю, вышивала быстро запачкаться. Здесь у меня ничего не запачкалось. Поэтому я ее стирать не буду, а буду сразу гладить. И что я сделала? Я ее положила на полотенце. С обратной стороны попрыскала те места, которые были у меня такие растянутые, немножко мятые. Я их чуть-чуть вспрыснула. Также увидела, что действительно на конве пошел потек чая. Что чай будет красить. И тут у меня пришла идея. На мой взгляд, гениально простая. Я взяла с обратной стороны вот эти места, где ниточка 60 икрю, извините, ниточка ДМС икрю, которая была немножко светлей. Я ее взяла с обратной стороны, попрыскала водичкой и провладила. И, о чудо, посмотрите, абсолютно не видно никакой разницы, где у меня была оригинальная нитка Dimensions, где икрю. Цвета сравнялись. Небольшой вот этот маленький оттенок, который мне был нужен, не придал его чай. И я в тот момент так радовалась. Вы себе не представляете. Потому что единственный минус в моей работе, это было вот это пятно, которое было, ну, оно немножечко светлее. Там совсем маленькое различие по тону, но оно было. И этот факт меня расстраивал. И вот когда произошло вот это вот слияние цветов, двух ниток, я увидела, что все хорошо получилось. Я очень-очень обрадовалась. Просто здорово. Больше я ничего, никакие места не прыскала. Единственное, вот это место я прошлась, по-моему, два раза я попрыскала еще раз. И прогладила все это с обратной стороны, чтобы не сильно проходил чай. Я смотрела, насколько выравниваются оттенки. И вот дошла до нужного мне варианта. Поэтому дом, где есть белые ниточки, он у меня не покрасился. Никакие другие места ничего не покрасились. А вот этот цвет, он у меня выровнялся. Классно. Вот видите, не видно, даже ни грамма не видно, границы, где была нитка Dimensions, где DMS. Все очень удачно получилось. Мне очень нравится, как у меня покрасилась канва вообще. Вот смотрите, как удачно она вписалась во все эти оттенки темного. И получилось у меня вот такое осеннее хмурое небо. Мне понравилось то, что у меня получилось выполнить мою задумку, мою мечту и вышить ее осенью, когда у нас пошли дожди. Я им тоже очень радовалась. А то у нас все какое-то засушливое. И лето, и зима. Нет осадков. И пошли дожди. Так освежилось все. Природа. И вот эта вышивка моя такая хмурая, осенняя. Очень мне понравилась. Обожаю вот эти вот деревья. Сейчас я вам покажу покрупнее, крупным планом. Вот. Елки, там такие кусты, какие-то деревья. И вот на доме я когда вышивала, думаю, что за светлые такие пятнышки. Что же это? А это получается листья. Вот они с березок. Их ветер раздувает. И они летят на крышу дома. Класс вообще. Три птички тут летят. На юху летают. Прекрасная получилась работа. Картина. К сожалению, пока оформить я ее не смогу. Потому что у меня тут разные другие дела. Мечтала я ее сразу отнести и оформить. Но придется ей немножко полежать, подождать. Вот так вожу, вам показываю в увеличенном виде. Потому что, чтобы камерой не крутить. Вот. Вот здесь я бэкстич вышила черной ниткой. Он там идет темно-серой. Но мне захотелось поярче. Вышила черной ниточкой. Вот. Смотрю, вместе с вами уже где-то пропустила, что в спешке. Единственное, у меня немножко покосилась от канвы. Канва вот здесь. Надо будет еще ее как-то поравнять. Наверное, там у меня был крабик от боковой натяжки. И он ее потянул. Ну, выровняем. Выровняем. Класс. Нравятся мне деревья. Вот эти французские узелки. Как они освежают и оживляют кусты и цветы. Красота. Художник. Такой смешной. Рука такая у него красная, смешная. Там. Лодочка. Пизничка, чайка тут сидит у нас. Скворечник, велосипед. Ну, от берез я вообще, конечно, балдею. Это. Мой любимый элемент здесь почему-то. Вот эти голенькие березки. Красота. Плах американский. Ничего менять не стало. Две синие птички. Птички счастья. Камни, с которыми я долго боролась. Очень переживала, что у меня будет неудачный подбор. Но все получилось очень-очень хорошо. Лошадка. Лошадка тоже вот моя любимая. Она здесь красивая. Такая нарядная. Такая красивая. Ну, конечно, повозка. Тоже вот еще внизу две птички. И вот такая повозка с картинами, с чемоданами. Собачка сидит. У меня, кстати, тоже такая собачка. Ну, чуть побольше, наверное, белая с пятнами. Пойнтер охотничья. Вот, девочки, не буду там много вам еще что-то рассказывать, потому что снимала все видео подробно. Все вам рассказывала, как шел процесс. Нитки, значит, еще раз повторюсь, у меня здесь использовались и ДМС, и Дименшенс. Поэтому вы видите результат. И я думаю, что можно вышивать эту работу подбором. Здесь нет ничего катастрофичного. Можно вот этот цвет 6098 подкрасить чуть-чуть чаем, и все будет замечательно. Все будет прекрасно. И знаете, вот после этой работы, после этого результата у меня появились еще силы и уверенность в себе, что я могу и другие работы Дименшенс сделать подбором. Знаете, это тоже своего рода очень интересный такой опыт. Поэтому какие-то дизайны старые, которых нет уже в продаже, или те, которые, на мой взгляд, они простые в подборе, я буду делать подбором, потому что у меня много канвы, очень много ниток. Их нужно использовать, и что-то будем вышивать подбором. Вот такой результат получился. Спасибо вам за вашу поддержку. В прошлом видео, где я там немножко плакалась, жаловалась на жизнь, пришло очень много пожеланий, таких позитивных посылов, которые действительно меня зарядили, мне так дали пинок, проснуться, еще раз немножко организоваться. И ваша поддержка, она для меня очень важна, потому что у меня здесь нет друзей и подруг, я здесь совершенно одна в Греции, поэтому вот вы для меня это, вы для меня очень важная поддержка, ваше общение. Спасибо вам огромное всем за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши пожелания. Я тоже вам желаю хорошего настроения, обязательно здоровья, счастья, успеха вам, ну и творческого вдохновения. А мы с вами увидимся в новых видео. До новых встреч, пока-пока!